Радиотеатр представляет На деревушке, у речки, где зеленый лес и цветущий лук, жили-были бабушка и дедушка. На лето к ним приехали две внучки. Старшую звали Аленка, а младшую Аннушка. Пошли как-то сестры на речку, искупались, вышли на берег и давай бегать на перегонки. Набегались, сели, отдыхают и конфеты едят. Скоро Аннушке стало скучно. Придумала она конфетные фантики в реку кидать. «Зачем ты так делаешь?» – спросила Аленка. «Чтобы посмотреть, какой фантик дальше заплывет», – ответила Аннушка. «Давай вместе в эту игру играть». «Не хочу», – ответила Аленка. «Это плохая игра. Ты засоряешь реку». «Ну и что?» – сказала Аннушка. «Зато мне интересно». «Ах, Аннушка!» – вздохнула Аленка. «Пошли лучше домой. Будем книжки читать». И пошли сестры домой. Мало ли, много ли времени прошло. Отправились сестры в лес. Привела их тропинка на поляну. «Смотри, как здесь хорошо!» – воскликнула Аленка. «Давай будем в прятки играть». Аннушка спряталась, а Аленка стала ее искать. Искала, искала. Наконец видит, стоит Аннушка возле муравейника и ногами муравьев топчет. «Зачем ты так делаешь?» – спросила Аленка. «Чтобы они не кусались!» – сердито ответила Аннушка. «Ты бы отошла от муравейника», – сказала Аленка. «А разрушать его нельзя!» «Ну и что?» – сказала Аннушка. «Зато те муравьи, которых я раздавила, меня уже не укусят!» «Ах, Аннушка!» – вздохнула Аленка. «Пошли лучше домой. Будем в альбоме рисовать». И пошли сестры домой. Много ли, мало ли времени прошло. Отправились сестры на луг. Цветов на лугу, видимо-невидимо. Ромашки, васильки, колокольчики, душистый горошек покачиваются от тихого ветерка, будто подзывают к себе. «Давай», – сказала Аленка, – «нарвем по букету». Идут сестры по лугу, – собирает цветы. Аленка срывает аккуратно, а Аннушка вырывает с корнем. «Зачем ты так делаешь?» – спросила Аленка. «Чтобы быстрее нарвать», – ответила Аннушка. «Нельзя так, – говорит Аленка, – а то цветы там больше не вырастут». «Ну и что», – сказала Аннушка, – «зато у меня букет больше, чем у тебя». «Ах, – Аннушка», – вздохнула Аленка. «Пошли лучше домой, будем бабушке помогать, в саду цветы поливать». И пошли сестры домой. Настала ягодная пора. Взяли сестры корзинки и пошли в лес. Где Аленка идет, листики поднимаются, ягоды показываются. Где Аннушка идет, листики опускаются, ягоды прячутся. Насобирала Аленка полную корзинку. Домой идет веселая, там ягод еще много. А Аннушка сколько не ходила, сколько не искала, так ни одной ягоды и не нашла. Домой идет грустная, чуть не плачет. «Нет там ягод!» – утешает ее Аленка. «Давай завтра ты пойдешь по той тропинке, где я ходила, а я пойду по той, где ты ходила». На том и порешили. На следующий день пошли сестры в лес. И снова. Где Аленка идет, листики поднимаются, ягоды показываются. А где Аннушка идет, листики опускаются, ягоды прячутся. Аленка собирает ягоды, наполняет корзинку. Аннушка ищет и ищет, найти не может. Аленка домой идет, песни поет. Аннушка домой идет, слезы проливает. Увидела Аннушка, что у Аленки полная корзина, и спрашивает. «Как же так? Я ходила там, где есть ягоды, и не нашла. Ты ходила там, где нет ягод, и нашла». «Прячутся от тебя ягоды», – ответила Аленка. «Обидела ты природу. Вот она и не дает тебе своих даров». «Как же я ее обидела!» – удивилась Аннушка. «А помнишь, – сказала Аленка, – ты речку засоряла, муравей не крушила, цветы с корнем вырывала. Вспомнила обо всем Аннушка. Стыдно ей стало. И поняла она, природа открывается тому, кто относится к ней бережно». Неунывающий паучок Сплел паучок в углу комнаты паутину, красивую, ажурную. Лапки потирает, оценивая свою работу, и похваливает сам себя. «Ай да мастер! Ай да я!» Не успел он от души налюбоваться работой и порадоваться за себя, как, делая уборку в комнате, заметила паутину хозяйка. «Это что за безобразие?» – возмутилась она и веником смела паутину вместе с паучком в мусорник. «Обиделся паучок!» «Вот так! Старался я! Старался! И все зря!» Вынесла хозяйка мусор на свалку. Выбрался паучок из мусора и перебрался к новой хозяйке. Стал опять паутину плести. Получилась она не хуже прежней. И никому она не мешает, никто ее не сметает. Всем хорошо. У новой хозяйки свой порядок, у паучка свой. Все, что не случается, все к лучшему. Жук и улитка Бежал по лесной тропинке жук. Увидела его отдыхающая в тени папоротника улитка. «Жук!» – воскликнула улитка. «Послушай, какая у меня новость! Ох, некогда мне! Я занят!» – на ходу ответил жук. «Хм!» – хмыкнула словоохотливая улитка. «Чем он может быть так занят?» «Хм!» – удивился торопившийся жук. «Какая у нее может быть новость?» А мудрый старый пень иронично заметил. «Чего суетитесь?» И каждый был по-своему прав, ведь у каждого свое восприятие жизни. Сказку читала актриса Рижского русского театра Вероника Плотникова. Новую волшебную историю услышите завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова